Перед тем, как отправиться на службу, призывники 2024 года звонят самым родным и любимым. Ведь после того, как пройдут торжественные проводы, разговаривать о личном времени не найдется. Вчерашних гражданских юношей ждет курс молодого бойца. В ближайшее время они научатся пользоваться оружием и управлять боевой техникой, а значит, научатся защищать Родину. Но не только оружием сильна армия, а прежде всего стойкостью и храбростью своих солдат. В любой стране мира военная служба была делом настоящих мужчин. Профессия защитника Родины всегда была почетной в нашей стране. Служба государству, в первую очередь служба армейская. У нас всегда понималось как патриотическим долг гражданина. Вы встаете в строй защитников Родины, чтобы с оружием в руках охранять покой и мирный труд белорусского народа. Отдать долг Родине и новобранцам предстоит в разных воинских частях. По окончанию торжественного митинга их ожидал процесс формирования воинских команд и убытия к местам службы. Церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях вооруженных сил Республики Беларусь состоится 23 ноября. На данный момент уже мероприятия призыва выходят на свою завершающую стадию. С сегодняшнего дня начались отправки молодого пополнения войска. Они продлятся до 15 ноября. И в соответствии с расчетом определенным генеральным штабом будет направлено определенное количество призывников для прохождения срочной военной службы и службы в резерве. На сегодняшний день предусмотрено поступление в добровольном порядке для прохождения военной службы по контракту. То есть у молодых людей есть выбор либо пройти срочную военную службу, либо немного с большим сроком в добровольном порядке пройти службу по контракту. Армия – это новый опыт в жизни. Каждый мужчина должен получить его, увидеть все собственными глазами и знать, что при необходимости сможет защитить свою родину. Молодые люди Брестской области с чувством собственного долга рассказали о своей готовности нести службу. Призвали на военную службу в Минскую военную комендатуру, в роту почетного корового. На год уезжаю от родных, от девушки. Буду, конечно же, скучать. Но каждый мужчина должен пройти через это. В планах связывать жизнь с военной службой нет, но я считаю, что нужно служить. Я не против этого. Это очень важно. Во-первых, дисциплина. Буду, конечно же, нести важную миссию. Это защита Родины. Прежде всего, защита своих близких, родных. Сегодня в армии можно получить специальность, востребованную в гражданской жизни. Но главное – это возможность окрепнуть физически и закалить дух, который станет надежной опорой личности, готовой защитить Отечество по первому зову. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.